Что подать гостям к чаю? Чем полакомиться, укутавшись в теплый плед в непогоду? Какое лакомство подойдет для всей семьи? Конечно же, варенье. Сегодня в Одессе впервые стартовал джем-фестиваль. Жители разных микрорайонов пришли продемонстрировать свои умения в приготовлении домашней сладости и попробовать редкие виды варенья. Богатая история и обширная территория потребления долго делали варенье одним из самых популярных лакомств во всем мире. Неудивительно, что с древних времен до нас сохранились праздники и фестивали, где варенье главный гость. И вот сотрудники библиотеки номер 29 по адресу Лузановская, 67, решили стать первопроходцами в нашем городе и организовать такой замечательный праздник. Почему именно в храме литературы? Потому что подобные мероприятия способствуют общению, обогащению и новым знакомствам. Ведь как приятно взять любимую книгу и перечитать ее еще раз, попивая чай с вареньем. Читатели приносят в библиотеку, всегда делятся своими вареньями, повидлами, джемами. И мы всегда устраиваем чаепитие. Поэтому мы решили это провести под таким названием фестиваль варенья. Чтобы это было не только для нас, для библиотекарей. Чтобы это было для всех, и для читателей, и для нас. Чтобы праздник нужно самим делать себе. Не ждать, когда тебе этот праздник сделает кто-то. В фестивале варенья и конфитюра уже много лет проводятся в Париже, Румынии и Чехии. Где главным блюдом является варенье из чеснока. У нас пока что таких изысков к столу не подают. Но необычных рецептов существует огромное количество. Варенье можно готовить не только из традиционных ягод, вишни, малины. Но также из лепестков розы, из корней лопуха, из щавеля. Из дыни, из инжира с изюмом, из кизила с лимоном. На столе гостей ждал накрытый чайный стол с пирогами, блинами и, конечно же, вареньем. Попивая горячие напитки, жители поселка Котовского и микрорайона Лузановка делились старинными рецептами приготовления варенья. Для собравшихся это блюдо является традиционным. Главное угощать. Это так приятно угощать. Это самое главное. Ну, и делаем, конечно, потому что это традиция. Это делали бабушки, мама, я, теперь мои дети. Это так интересно. Это дом, это уют. Вы пришли с работы, пришел с работы ваш муж. Вы там поужинали, сели пообщаться, поделиться, что у вас там сегодня произошло. И, конечно, горячий чаек с вареньем. Это же очень хорошо. С сегодняшнего дня в библиотеке номер 29 принимаются любимые сорта варенья с рецептами. 28 сентября состоится дегустация и выбор победителя фестиваля варенья. Авторы лучшего рецепта ждет поощрение. 5 октября пройдет завершающий этап – закрытие фестиваля с дегустацией варенья и чаепитием из настоящего самовара с участием всех конкурсантов. Принять участие может каждый желающий. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».